Привет! И привет все, кто меня смотрит. Я сегодня прочитаю сказку Морозка. Ну, давай начнём. Значит так. Жили-были дед и баба. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Свою дочку баба халила-лилеила, а падчерицу не взлюбила, Всю работу по хозяйству на неё свалила. Падчерица от работы не отказывается. Что скажут, всё сделает. Соседи на неё нахвалиться не могут. А про бабину дочку только и говорят. Что за грубиянка? Что за лентяйка? Баба от этого ещё пуще злится. По едом падчерицу ест. Глаза б мои, говорит, тебя не видели. Вот как-то поехал дед в город на ярмарку, А мачеха позвала падчерицу и приказывает ей. Иди в лес, да набери хворосту побольше. Так ведь у нас же много хворосту припасено, отвечает падчерица. Закричала мачеха. Накинулась на неё вместе со своей дочкой. И вытолкали они падчерицу вон из дома. Видит девица, делать нечего. Пошла в лес. А в лесу холодно, мороз так и трещит. Остановилась старикова дочка под густой елью И не знает, что ей делать дальше. Вдруг послышался шум да треск. Эта морозка по ёлкам потрескивает. С дерева на дерево перескативает. Спустился он с ёлочки, да и говорит. Здравствуй, краснодевица. Что же ты в такой мороз ко мне в лес забрела? Рассказала ему старикова дочка всё как есть. Ничего не утаила. Выслушал её морозка и говорит. Да нет, девица красавица. Не за хворостом тебя сюда мачеха послала. Ну да ладно. Уж если пришла ко мне в лес, Покажи мне, что ты за рукодельница. Дал он девице прялку и говорит. Напреди-ка ниток. Сотки полотно. А из полотна мне рубашку сшей. Сказал и пошёл вглубь леса. А девица долго не раздумывала. Сейчас же за работу принялась. Замёрзнут пальцы. Обпадует она на них. Согреет и опять трудится. Так всю ночь и работала. Об одном только и думала. Как бы рубашку покрасивей к утру сшить. Рано утром пришёл морозка. Посмотрел на рубашку. Похвалил. Ну, красавица, потрудилась ты на славу. Вынес кованый сундучок. Поставил перед девицей и говорит. По труду и наградам. Вот такие, смотри. Видишь, какие они там. Накинул он на плечи дедовой дочки вышитый тулупчик. Закатал в платок узорчатый. И вывел на дорогу. Прощай, краснодевица. Тут уже люди добрые тебе помогут. Домой приведут. Сказал так и исчез. Будто его и не было. А в это время дед с ярмарки домой вернулся. Где моя дочка? Спрашивает. Она ещё вчера в лес пошла. Хворосту набрать. Отвечает ему баба, как ни в чём не бывало. Да вот не вернулась пока. Испугался дед. Поехал скорее в лес дочку искать. Вдруг видит, она стоит у дороги. Нарядная да весёлая. Посадил дед дочку в сани. Сундучок, что морозка ей дал, рядом поставил. И отправились они домой. А баба с дочкой за столом сидят, пироги едят, между собой сплетничают. Живой она в дом не вернётся. Там дед, должно быть, косточки её везёт. Тут ворота заскрипели. Дверь в избу отворилась. Смотрят они. Стоит на пороге дедова дочка, нарядная да румяная. А за ней дед сундучок несёт, морозными узорами украшенной. Открыли сундучок, а там камней драгоценных, видимо-невидимо, на всю избу от них сияние идёт. Смотри, какая красавица. Видишь, какой сундучок у неё. Обрадовался дед, засмеялся. Главное, у тебя, доченька, приданная будет. Кинулась баба к сундуку. Глаза у неё загорелись. А сама падчерицу выспрашивает. У кого ж ты такой дорогой подарок получила? Как узнала баба, что эта морозка падчерицу наградил, заметалась по избе. Дочку свою потеплее одела. Сунула ей в руки торбу с пирожками. И вывела, велела деду. Вези, старый, и мою дочку в лес. Отвёз дед бабину дочку в лес. И оставил под высокой елью. Стоит она, по сторонам озирается. Что же эта морозка так долго не идёт? Вдруг послышался шум да стреск. Эта морозка по лесу потрескивает, по ельничку, по березничку, с дерева на дерево перескакивает. Спустился он с ёлочки, да и говорит. Здравствуй, краснодевица. Что же ты в такой морозка мне в лес забрела? А то сам не знаешь, буртнула ему в ответ мачехина дочка. За подарками дорогими. Усмехнулся морозка в усы и говорит. Покажи сначала, что ты за рукодельница. Свяжи ко мне тёплые рукавицы. Дал ей нитки, спицы и ушёл. Бабина дочка спицы в сугроб закинула, а нитки под ёлку. Где это видано в такой мороз вязать? Рано утром приходит морозка. Ну, девица, покажи мне своё рукоделье. Бабина дочка на него с кулаками накинулась. Какое тебе рукоделье? Я так замёрзла, что чуть жива. Морозка брови сдвинул сурово и говорит. Ну что ж, по труду и награда. Тряхнул он своей волшебной бородой. Как поднялась в лесу в юго метелица. Все дорожки замело. А морозка исчез, будто его и не было. Еле бабина дочка до дома добралась. То ветром её шнок сшибает, то снег глаза застилает. Отругала её мать за то, что без подарков вернулась. Да тут же и пожалела. Чаем с пирогами попотчивала. Так они ни с чем и остались. А как весна пришла, посватывался к дедовой дочке добрый молодец. Сыграли они свадьбу весёлую и зажили в любви и радости. Вот такая вот сказочка, Элечка. Морозка. Видишь? Надо, если сказку вот так почитать, то там своя мораль есть. Надо трудиться и не сетовать на то, что в разных условиях трудиться надо. По-всякому бывает в жизни. Но всегда человечек за свои труды получает вознаграждение. Так что, Элечка, не капризничай, трудись, занимайся, всегда делай, что надо, и всё у тебя будет хорошо. Доченька. Всё. Все детишки. Пока. Если хотите ещё какую-нибудь сказочку, говорите, пишите в комментариях. Найду, прочитаю. Не найду, свою какую-нибудь придумаю. Всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok